И к новостям культуры. Привычные виды природных уголков региона в работах именитых мастеров кисти. В Калачевском районе состоялось открытие пленера «Диалог поколений». Станицы Котовска, Алексеевска, Березовска, реки Донный, Хопер. В сотнях пейзажей запечатлены красивейшие места в Волгоградской области. С работами художников знакомилась Екатерина Караваева. Хлеб, соль и задушевные русские песни. Поселок Пятиморск Калачевского района всегда славился гостеприимством. Вот и открытие пленера организаторы сделали незабываемым. Да и сама выставка, что называется, трогает за душу. Пейзажи и наброски с видами живописных мест Волгоградской области. Рек Волги, Дона, Хопра, Медведицы. Зарисовки из сельской жизни. Интересные и грустные. Все картины помогают взглянуть на хорошо знакомые географические объекты под другим необычным углом. Это крутые берега Хопра. И это всегда очень красиво, когда открываются панорамные какие-то виды. Вот тут дали, на большие, может, это километры. И очень красиво излучено. Это во время, это вечернее время, когда уже солнце начинает садиться. Каждая картина должна быть осознанной, прочувствованной, пережитой в глубине души. Это мнение Юрия Баско. По его словам, живопись он занимается с самого рождения. В Волгоградском пленере, другими словами, работе художников непосредственно на природе. Юрий Иванович участвует уже пятый раз. Его картины выставлялись в Москве, Петербурге, Париже. Огромное число работ Баско посвящено Дону. Однако мне еще есть что сказать. Эта тема до сих пор не исчерпана, признается мастер кисти. Дон для меня настолько родной тоже. Я его чувствую. Когда захожу, купаюсь, мне не хочется из него выходить. А уж еще больше не хочется бросать кисти, когда пишешь картины о Доне. Потому что можно бесконечно эту песню петь и петь, и все лучше и лучше. Губернатор Анатолий Бравко, который принял участие в открытии выставки, обещал серьезно подумать над предложением художников. Организовать в Волгоградской области музей Пленера. Без сложности не обойтись. Например, найти и подготовить соответствующее помещение. Однако, по мнению губернатора, совместными усилиями властей и представителей культуры эту задачу можно решить. Конечно, мы будем поддерживать ту замечательную деятельность. Мы уже сказали о том, что необходимо создавать музей. Мы должны реконструировать здание. Безусловно, мы будем говорить о патриотическом воспитании. Мы будем говорить о федеральном центре. И в рамках нашего замечательного проекта работа художников будет настолько востребована, что мы, конечно, будем всегда поддерживать. История Волгоградского Пленера насчитывает уже более 15 лет. За это время картины с живописными видами региона выставлялись в Германии, Италии, Австрии. Экспозиция объехала все крупные российские города. Однако, в нашей области такая выставка организована впервые. Екатерина Краваева, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба» из Калачевского района.